Друзья, я, блядь, я только что камеру купил, прикиньте, снова. Вот, я стою тут, я купил камеру у Челика, я не знаю, всё. Возможно, я совершил ошибку, но в один момент мне очень сильно захотелось. Не знаю, короче, надеюсь, я не пожалею, и всё будет хорошо. Она у меня призумлена или отзумлена? Я, короче, честно говоря, ещё не умею ей пользоваться. Это новая камера, у меня такой не было, но она плюс-минус типовая по сравнению с тем, что у меня, собственно, было до этого. Блядь, я купил камеру. Вы вообще верите в это, чуваки? Слегка беду вас круждело, то, говорю, а то вы, наверное, включили, совсем ничего не понимаете. Собственно, я купил себе камеру только что, только что, и уже на неё снимаю. Там была карта памяти, заряженная аккумулятором, и всё. В принципе, я плюс-минус так планировал, но там, короче, всё в жёсткости, все события друг на друга наложились. Всё совпало, и всё получилось, короче. Собственно, что я должен вам сказать? Я сейчас еду к Максиму, Антону, продакшену и Сергею, и всё. Я не знаю, что будет, они, наверное, короче, будут угорать. Думаю, что я купил себе камеру и снова хочу снимать видеоблоги, но у меня, в принципе, по барабану, потому что, ну, я хочу просто, типа, это сделать. Ну, чё, они сейчас, я не знаю, мне интересна их реакция, вот, чё они вообще скажут по этому поводу. Не знаю, короче, я уверен, что данный видеоблог будет не в один день. А, ну, он 100% будет не в один день, потому что, как минимум, уже вечер, как максимум. У меня теперь нет ноутбука. Ну, у меня он был старенький, я его продал, короче, вот, надеюсь, приобрету новый или родители подарят. Вот, и чё, я смонтирую этот видеоблог уже на новом компе. Короче, I need the call, my friends, because I don't know where they are. Незамысловатым путём мне удалось из Сергея выудить, где они находятся, вот, и всё, я еду к ним. Чё ещё я хочу вам рассказать? Я не буду рассказывать о том, что было там и так далее, типа, вот этот перерыв, там, сколько я не снимал? Два года, сколько, я не знаю, два с половиной, я, честно, не помню. Вот, ну, по-моему, я в последний раз в двадцатом году зимой. Ну, короче, это не суть, это не важно. Я не буду рассказывать, вот, потому что, собственно, кому было интересно, тот смотрел в Инстаграме, в Телеграме, где вообще я везде был. Ну, ладно, надеюсь, вы меня поняли, я не знаю, чё я хочу вам сказать вообще, я не знаю, чё нужно говорить, чё не нужно говорить, вообще, говорить, чё хочу, потому что всё равно мне решать, буду я вставлять это или нет. Поэтому, друзья, я вас, блядь, такая камера классная, блядь, слушайте, я смотрю, вот у меня экран сверху, я смотрю, у меня вообще так, блядь, з***ка. У него тоже видеоблог. Видеоблог снимаешь? Видеоблог снимаешь. Чувак, ну, как видишь, камеру купил. Да, всё, да. Смотри. И... У меня классная, милая. Блядь, у нас три видеоблога? Да, я видеоблог снял. Всё, я шесть секунд выложу сейчас. Давай, вот, смотри. Ты купил? Да. Охуеееть. Давай, посмотришь. Она симпатная, она малютка такая. Пойдёмте проверку одну сделаем. Ну, жёлтые, как тут всё, да? Нормально, работает. Ты охуееон электрический. Фулл хилл, конечно, не из самых лучших, но я реально довольно давно не катался, потому что у меня была травма ноги. Сойдёт. Короче, не знаю, мы с пацанами разъехались. Посидели, чуть немного поболтали, поукарали друг на друга. Я уехал. Вот, не знаю, что пацаны, я думаю, что они тоже поехали по домам. Но я вот тут вот у набережной пробую что-нибудь поделать, не знаю, поснимаю, может, покатаюсь, потому что нога вроде чувствует себя получше, чем пару дней назад. Короче, на самом деле, хоть и на улице уже осень полным ходом, сегодня вроде 14 сентября. Вот я иду. Я не знаю, я супер доволен камерой. Короче, кто знает, кто не знает, это, короче, Sony RX100 Mark III. На самом деле, самый популярный вообще фотик, видео, фото, фото-видео. Всё связанное с тем, чтобы впечатлить своё лицо и звуки. До этого у меня был Canon G7X Mark II вроде. А этот я приобрёл, потому что выбирал как раз между этим и G7, поскольку я продал G7, поскольку, я не знаю, уже год назад, наверное, я решил, что я хочу попробовать Sony. Ну и пока что я доволен. Я пока что не знаю, как будут выглядеть исходники на компьютере, но я думаю, что с ними будет всё в порядке. На самом деле, самое, мне кажется, главное, это, чтобы писался звук нормально, потому что картинки вообще никаких предъяв нет. Друзья, у меня сейчас сядет аккумулятор, но я как можно раньше поутру припёрся и приобрёл новый, и приобрёл зарядку. Теперь у меня два аккумулятора и зарядка. Поэтому видеоблогу быть или являться, судить вам. У меня, если что, в наушниках разговаривает преподаватель по ведению профессиональной деятельности. Вот, поэтому мне это немного тяжело формулировать мысль. Я схожу с ума, потому что она говорит прямо сейчас всё время, а я разговариваю и даже не слышу, что я говорю. Друзья, всем привет, я накручиваю штатив. А тебя знают люди в моем видеоблоге? Нет, меня не знают. Суме я бы хлеб сделаю? Я снимаю. Давай. Да-да, всё-всё. Бля, почти! Чувак, да, круто было. Респект, бро. Чувак, да, круто. Кидается. Кидается. Йоу, ребята, не видишь это? Блин. Ничего. Ничего. Найс. Хорошая фотография на самом деле получилась. Чё я хотел рассказать? Я хотел рассказать, почему я не катался две недели. Как раз таки, кстати, ровно две недели. Я упал на грандской туре, который проходил, получается, с 1 по 4 сентября. И получается, как раз таки, вот, я упал в субботу 3 числа. Сегодня суббота 17 числа. Ну вот, и там, соответственно, как раз таки, вот, две недельки и прошло. Вот, упал я, на самом деле, довольно-таки неприятно. Я сел, получается, на свою левую ногу. Как раз таки, сегодня ребятам показывал видео и рассказывал ещё, чё как. Вот, сейчас гоняю в фиксаторе. Сейчас быстро, вот, я как раз нашёл видос, как я упал. Короче, не буду сильно разбирать по кадрам данное видео. Просто, типа, гляньте и, в принципе, всё. Выглядят не супер такие, это, приятно, честно говоря. Пытался сделать бар фронт фифти, просто не долетел. Вот, и чё, не знаю, очень огорчён этим фактом, что не смог покататься на грандской туре, хотя его очень ждал. Рад за ребят, рад за Егорика. Так, у меня сел один аккумулятор, я поменял его на второй, который, блядь, сейчас тоже сядет. Короче, супер за всех рад, расстроен, что упал. Жалко не катался, сейчас нога прошла. Вот, сегодня первый раз за две недели покатался. Короче, по поводу падения, отделался растяжениями и небольшим тут вот ушибом колена. Но оно у меня и так, типа, больное, поэтому я его немножко, короче, поднасиловал. Реально две недели, типа, не катался, потому что не мог, да и погода не позволяла. Короче, сегодня воскресенье, я припёрся, хотел забрать футболки и хотел покататься, но в итоге припёрся, выходной, я не знал, футболки нет. Вот, и всё. Чё, получается, сейчас просто кататься поеду. Кстати, прикиньте, вот это та самая стенка, на которой я вытворял свой этот небольшой перформанс. Короче, я клеил листочки с логотипом Tilt. Типа, как это был мой, так сказать, промо-ролик для моего видео, которое вышло в этом году. Так, я, короче, приехал в какой-то супер районный, супер-пупер районный локал. Чё, это, собственно, вот это. Чё, давайте, я не знаю, быстрый этот Unpacking Skate Park, хотя он уже весь уставший. Так, что мы имеем? Имеем какие-то резкие подкаты, какую-то маленькую перилу круговую, green box малюсенький, flat rail помятый. И ещё какие-то там много резких подкатов и очень пологую мини-рампу. Вот так вот. А ещё, кстати, у меня, походу, сядет сейчас Акум первый. Ну, типа, у меня есть второй, но как бы это всё равно не круто. Перед тем, как я начну показывать трюки какие-то и просто кататься самому, я должен был дорассказать, потому что там было очень ветрено, вот, и я прервался. Но я, блядя, почему-то забыл, что я хотел сказать. Я пересмотрел файлы, вот, и вспомнил, о чём я говорил. Ролик с бумажками, короче, можете глянуть в Инстаграме Tilt. Он, по идее, должен быть не супер далеко. Мало кто обратил внимание, но, по-моему, идея неплохая, и, по-моему, так вообще никто не делал. Собственно, само видео Endless Quest можете посмотреть на YouTube-канале Tilt Life. Вот, короче, сюда. Всё, я уже, не знаю, у меня уже язык развязался, короче. Что-то я слишком много говорю, не знаю, всякого. Короче, работа классная, доволен этой штукой всем вообще, доволен съёмкой, доволен монтажом. Мы вместе с Костей киктиком сидели, монтировали, получилось, по-моему, классно. Доволен своими трюками и спасибо моим спонсорам. Вот у меня весь самокат. Тилт вообще. Спасибо Tilt Scooter, что вы меня поддерживаете, мне очень приятно. Всё, я кататься хочу. Как-то даже сейчас прикольно разговаривать с камерой. Как будто даже в своих мыслях, типа, там, что-то разбираюсь, наверное. У меня села камера ровно в тот момент, как видео обрезалось, поэтому, наверное, это знак, чтобы я уже замолчал и пошёл кататься. Фигурка, честно говоря, отстой. Не выпрыгнешь из-за того, что прям перила вот стоит. А вот это, по-моему, очень хорошо было. Я курку забыл. Не знаю, мне понравилось. Я хорошо покатался и всё, я доволен. Вот последний, не знаю, прям, я им очень горжусь. Ну, в рамках видеоблога, я не знаю. Спасибо. Добрый вечер. Здравствуйте. Это вечер того же дня, в который я и катался. Я вышел гулять. Короче, довольно атмосферно получается, не знаю, мне супер нравится. Учитывая, что идёт дождь, невзирая на этот факт, у меня хорошее настроение. Ещё у меня зонт классный. Я выходил из дома, и мой младший брат, зная, что на улице дождь, перетащил мне зонт. Я не знаю, ты знаешь, там этический. Смотри, вот через там занимался. Смотри, вот через там занимался. Смотри, вот там уже. Смотри, вот через там занимался. Тут мокрое. Что ж, друзья, я тут сел на мокрую лавочку подвести итог данного видеоролика. Я не умею разговаривать кратко и излагать свои мысли кратко. Это я говорю к тому, что я могу снимать это видео, можно сказать, бесконечно в рамках того, пока у меня не появится ноутбук. Но поскольку я отснял уже, как гласит моя карта памяти, два часа материала, пока я шёл до какого-то конкретного места, я был в поисках, чтобы завершить видео. Я очень много думал и, как, не знаю, можно сказать, прокручивал какой-то, так сказать, небольшой сценарий в голове, о чём я хочу сказать. Думал даже записать это в заметки, чтобы не забыть об этом упомянуть. Но в итоге остановился на том, что лучше я сяду и, так сказать, пусть мысли текут сами в голову. И, ну, чтобы это было, в общем-то, собственно говоря, искренне. За эти два года, что я не снимал, изменилось довольно многое. Я повзрослел, я думаю, что и вы, зрители, повзрослели. Вот, я думаю, что это огромный плюс к тому, что я могу делать для себя и для зрителя. Я, честно говоря, не верю, что я всё-таки сижу вот прямо сейчас напротив новой камеры, да и вообще, в принципе, напротив камеры. И как-то делюсь тем, что думаю и тем, что чувствую, можно сказать, по отношению к этому делу. На протяжении двух лет, буквально, не знаю... Короче, очень часто встречался с вопросом того, буду ли я снимать видеоблоги или не буду. Я постоянно отвечал, ну, вернее, не постоянно, а, короче, никогда не отвечал как-то конкретно. Потому что сам не знал и до сих пор даже, наверное, не знаю, как я к этому отнесусь, отношусь и как я буду это делать, какое будет моё желание. Не знаю, я в первую очередь всегда отвечал на этот вопрос, что у меня нет желания, а без желания получается какое-то дерьмо. То есть, если ты сам того не хочешь, как бы, заставлять самого себя, это полная чушь. У тебя получится некрасиво, некачественно. Как бы, если ты не хочешь, зачем это делать, собственно говоря? Хочу сказать спасибо зрителю, что досмотрел это видео до конца, послушал меня, уделил мне время. Спасибо, что посмотрели. Сами знаете, что делать, что не делать. И спокойной ночи. Хочу ещё сказать, что я бы мог разговаривать ещё очень долго, но мне кажется, видео длиной в миллион часов никто бы не стал смотреть. Ладно, ладно, извините, я утрирую. Пусть это останется на потом. Разные мысли приходят в голову всё время как-то. И всё время хочется как будто, ну, в данный момент хочется ими делиться. Чё, оставайтесь со мной, я думаю, что много ещё интересного и разного впереди. Спасибо.